Трудно найти язык, на котором бы не исполнялась эта песня. У нас она считается русской народной или даже цыганской. В Европе уверены, что она возникла у них во времена хиппи. Сегодня речь пойдет о русском интернациональном хите номер один «Романсе. Дорогой длинную», который в дальнем зарубежье известен под названием «Дни былые». На самом деле хит всех времен и народов написал русский композитор Борис Иванович Фомин, автор нескольких сотен романсов, которые пела вся Россия. Причем на старых граммофонных пластинках их можно встретить под названием «Русские народные песни» или «Романсы пушкинской поры», хотя сам Фомин родился в 1900-м. Песня «Дорогой длинную», которой было суждено стать вечным мировым хитом, написана Борисом Ивановичем на его же слова примерно в 1917-м, но широкую известность получила позже, попав в репертуар Александра Вертинского, который сделал ее эстрадную обработку. После эмиграции великого шансонье «Дорогой длинную» была издана на пластинке уже с текстом Константина Подревского и в исполнении Тамары Церетели. Но, как говорится, недолго музыка играла. Весной 1929-го прошла Всероссийская музыкальная конференция, на которой было запрещено издание и исполнение романсов. Весь репертуар поделился на четыре группы. В раздел «Г», «Контрреволюционный», вошли все романсы Бориса Фомина, любимые публикой. В 50-е годы отношение к жанру постепенно меняется, и песню поют уже не только в советских филармониях, но и кое-где в мире в эмигрантских салонах, на основании чего американец Джин Раскин считает ее русской народной, пишет английский текст и записывает в дуэте со своей женой Франческой, указывая на сингле свое авторство. В его версии песня получила название «Дни былые». Тем временем в СССР романс вышел на пластинке в исполнении Нани Бригвадзе, но в 68-м события вокруг песни начали развиваться стремительно и практически стерли из сознания публики ее русское начало. Дело в том, что продвинутая хиппи, английская фотомодель Твиги услыхала в одном из телевизионных конкурсов великолепный голос Мэри Хопкин, скромной провинциалки из Уэльса. Одним из светских приятелей, которому Твиги тотчас же позвонила, был никто иной, как Пол Маккартни. Уже через месяц легендарный Битл представил юную валийку в одном из популярнейших телешоу. В сентябре 68-го в национальном хит-параде Англии песня «Дни былые» в исполнении Мэри Хопкин заняла первое место. Для утверждения Мэри в качестве звезды международного масштаба, рекорд-компания выпустила запись еще на четырех языках и на трех континентах. Так, с легкой руки легендарного Пола Маккартни, весь мир запел дорогой длинную композитора Бориса Фомина, даже не подозревая о существовании автора. Сегодня многие британцы и американцы вспоминают песню «Дни былые» как яркий ностальгический символ 60-х, считая ее своей песней. Ремейки Шлягера продолжают появляться повсеместно до сих пор и список исполнителей бесконечен. Давно потерявшая первоисточник, песня в буквальном смысле облетела земной шар и стала общечеловеческим достоянием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что по ночам так мучила меня Субтитры создавал DimaTorzok